Девушки отдыхают Добрый вечер, любители видеомонтажа! Как вы уже догадались, сегодня пойдёт речь о VGET. Один раз мне уже довелось использовать VGET, когда нужно было простримить видеофайл из облака G-Drive на Twitch.TV. Тогда я построил пайп VGET FMPEG. Сегодня пойдёт речь об ещё одном примере, когда VGET может быть полезен. Как-то я решил скачать мод, захожу на страничку мода в интернете и вижу вот такую вот заглушку в хромеуме. Ну, первое, что должно прийти в голову россиянину, которому не посчастливилось жить в эпоху ублюдочного путинизма. Ну, понятное дело, уруснадзор заблокировал очередной сайт. К сожалению, это стало уже обыденностью нашей жизни. Давайте убедимся в том, что провайдер не блокирует нам доступ к сайту. Для этого можно воспользоваться командами Windows Ping или Tracer TM. Ну, команду Ping все знают. Давайте воспользуемся командой Tracer TM. Затем посмотрим, на каком узле происходит блокировка, если она происходит. Затем. Продолжение следует... Трэйсер пробросил все успешно, а значит, что провайдер нам не блокирует доступ к сайту. О чем же нам сообщает сама заглушка в хромеуме? Она сообщает нам о том, что сайт mu.com очень опасен. Он ворует ваши пароли и сообщения, а также номера банковских карт. Ну, нас этим не испугаешь. У нас стоит утилита VirusTotal. Давайте убедимся с помощью утилиты VirusTotal, что сайт mu.com не является опасным. Для этого воспользуемся командой VirusTotal.com и введем URL-адрес. Мы получим некоторый ключ. Затем мы пишем VirusTotal, анализис. И VirusTotal сообщает, что сайт не является опасным. Я решил разобраться, в чем дело, и полез в Google. И что же я нашел? Оказывается... Да-да-да-да... Оказывается, это... Они... Гомосексуалисты... Не пускают нас на сайт. Ну, конечно, дело еще может быть в DNS, например. Кто-то использует DNS провайдера, кто-то сторонний DNS. Я использую сторонний DNS от AdGuard. Но я априори знаю, что дело не в DNS. Еще может быть дело в куки-файлах и в кэше браузера. Но я априори знаю, что дело не в куки-файлах и не в кэше браузера. Также, конечно, нельзя исключить, что сам сайт функционирует неправильно. Но я априори знаю, что сайт функционирует правильно. А, следовательно, методом исключения мы поняли, что именно браузер, то есть прослойка между клиентом и сервером, блокирует нам доступ к сайту. И вот здесь мне захотелось спросить вот этого самого гомосексуалиста, который сделал эту заглушку для хромиума. А не много ли ты на себя взял? Вот кто ты такой, чтобы решать, куда мне, пользователю Windows, сидящему под учетной записью администратора, можно заходить, а куда нет? Нажимаем подробности и переходим на сайт mu.com Сам браузер сообщает нам о том, что у сайта просрочен сертификат. И поэтому он такой опасный. И мне вдруг захотелось спросить вот у этого гомосексуалиста, А вот сайт Google App Store, где прямо в это время, когда я записываю видео, лежит ну минимум десяток приложений, содержащих вредоносный код, которые без дураков воруют ваши пароли, номера банковских карт. Вот почему на него можно зайти, а на безопасный сайт mu.com зайти нельзя? Ну хорошо, методом исключения мы поняли, что дело в браузере и дело в просроченном сертификате. Это немаловажно. Это мы запомним, нам это понадобится в дальнейшем. Теперь, допустим, я хочу скачать какой-нибудь файл с сайта. Сохраню на диск D. Перехожу на диск D, и что же я вижу? А ничего я не вижу. Нет файла. Ну, тут я подумал о том, что, наверное, я мискликнул просто. Ну, такое часто бывает, мискликнешь или сохранишь вне в ту папку. Решил вернуться и сохранить заново. Не сохраняется. Мне стало интересно. Захожу в подробности. И что же я вижу? Вот этот самый гомосексуалист, он не только мне запрещает переходить на сайт, он также запрещает мне скачивать. И вот тут-то меня что-то пробьет. Я не хочу разбираться. Опасный он, безопасный. Почему мне запрещают скачивать? Как мне скачать этот файл? Я не люблю передолинг. В отличие от вот этого самого гомосексуалиста в гугле, который их там поддерживает. Я не хочу тратить свое время, которое я провожу за компьютером. Поэтому я выбираю VGET. Мы идем на гитхаб. Ссылка у меня, наверное, не открыта. Но все ссылки будут в описании. Не так важно. Скачиваем последнюю версию VGET. Далее заходим, читаем документацию. Читаем документацию к конфиг файлу. Конфиг файл для VGET не обязательная вещь. Тем более, в отличие от fmpeg и YouTube DLP, в конфиг файл VGET нельзя положить все параметры конфигурации. VGET при запуске, он весьма ограничен. Но, если вы часто используете одни и те же параметры, имеет смысл создать конфигурационный файл. Создается он в любом текстовом редакторе. Убедитесь, что кодировка страницы UTF-8. Мой конфиг файл выглядит следующим образом. Я указал юзер-агент. Я не уверен, что эта настройка используется. И также я указал директорию, куда будут скачиваться файлы по умолчанию. Итак, мы выяснили, что дело в просроченном сертификате. В VGET есть специальный ключ для того, чтобы отключить проверку сертификатов. Поэтому наша команда для VGET будет выглядеть следующим образом. VGET NoCheckCertificat Копируем адрес ссылки. Вставляем. И VGET Скачивает для нас тот файл, который не мог скачать хромиум. Перейдем в директорию Downloads. И вот он наш скачанный файл. Надеюсь, видео было для вас полезным. Увидимся! ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ